Светлана Ключкова Ох, на опасный путь меня толкает Рома, потому что, вы знаете, именно в этот день, в 1918 году, было принято решение о переносе столицы из Санкт-Петербурга, ну из Петрограда, да, в Москву. Конечно, опасно москвичке задавать этот вопрос в Санкт-Петербурге. Кому повезло? Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд. Вы знаете, это вообще-то, я такой человек, который любит и Москву, и Петербург, потому что начинала я свою профессиональную жизнь в Москве, я училась в школе студии МХАТ, я поступала три года, я работала в МХАТ, в МХАТе, который был МХАТ СССР имени Горького. После окончания института меня приглашали работать пять московских театров. Театр Ленинского комсомола «Современник», театр Станиславского, театр Маяковского, Гончаров еще был, и московский художественный театр. Да, это очень трудный момент был выбора, но тем не менее. А в Ленинград, я осталась работать в Москве, это понятно, и у меня там много друзей, и режиссеры, с которыми я работаю по сию пору, а потом я влюбилась и уехала в Ленинград. Но вообще-то Ахматова говорила, что, говоря тоже вот об этой теме Ленинград и Москва, что Пастернак чувствует Москву. Я говорила Ахматова о себе, чувствую Петербург, а Осип о Мандельштаме, ему дано и то, и другое. А Надежда Яковлевна Мандельштам, комментируя вот этот период взаимоотношений с Цветаевой и Мандельштамом, говорила, что для поэта необходим, если он живет в Ленинграде, необходим вольный воздух Москвы. Поэт начинает по-другому звучать. Поэтому я тоже живу на два города. Москва, Ленинград. Я делаю крамольную вещь. Обычно московские артисты обкатывают программу в провинции и предъявляют ее в Москве. Я обкатываю программу в Москве. Знаете почему? Почему? Зритель очень открытый. Идет такая открытая реакция, что я понимаю так, туда, не туда. А, это интересно. Это не так интересно. И потом срабатывает это в других городах? Да. А потом я уже совершенствую, дополняю. Я по-разному люблю московскую и петербургскую публику. Они очень разные. Когда вы говорите обкатываете, вы потом что-то меняете? Конечно, безусловно. Добавляю, изменяю. Тем не менее, совсем недавно Светлана Николаевна стала одной из самых влиятельных женщин Петербурга. Официально, официально. Понятно, что это де-факто было давно, и я не знаю, да? Теперь же есть практически орден такого характера. Да. Но в последнее время вы очень верны поэзии, стихам. Хотя это жанр, который я специально спрашивал в книжных магазинах. Я очень люблю книги. Но количество поэзии стремительно сокращается. Я уже не говорю, что люди, в принципе, меньше читают. А поэзия и вовсе. Почему? Последние 20 лет, Рома. Последние 21 год я читаю поэзию. И залы все наполнены и наполнены. Вот последний мой поэтический вечер, посвященный 125-летию Осипу Емельевичу Андреевичу Сама, прошел в нашем зале филармонии, в большом зале. 1400 мест. Люди сидели на диванах у окон, стояли в ложах, на хорах. А моих друзей просто посадили к роялю на выходе актерском. Потому что на сцене. Потому что сажать было людей некуда. И я вышла и сказала, как я вас люблю, моя любимая петербургская публика. На Мандельштам, она 2 часа служит в Мандельштам. Столько народу пришло. А вот мне интересно, вы делаете такие вечера каждый год и умудряетесь не повторяться. За счет чего? За счет юбилеев. Я стараюсь все-таки озвучить и подготовить. Так уж получилось, понимаете. Вот у нас есть такой сгусток исторический в конце 19 века. Вы посмотрите, что творится. 23 июня 1889 года родилась Ахматова. В 1890-м Пастернак. Через год. Через год 91-й Мандельштам и Булгаков. Через год 92-й Цветаева. Представляете? Вот такой прямо сгусток. 5 гениев за 4 года. Нет такой другой страны, только России. И сейчас как раз идет этот замечательный период, когда я каждый год кого-то из них, из великих, озвучиваю, представляю, предъявляю зрителю. Я говорю, я переводчик с поэтического на слушательский. Я счастлива, что Мандельштама удалось показать вот таким. И люди заинтересовались. Потому что мы живем под собой ничего страны. И лагерная фотография. Больше ничего. Но, боже мой, давайте вспомним, каким он был рожден. А поедем в царское село. Там улыбаются мещанки. И так далее, и тому подобное. Мощный, светлый, большой. А на будущий год у нас Марина Цветаева. Скажем, что совсем скоро, 3 апреля, программа «И жизнь, и слезы, и любовь». О чем это? Ну, много о чем. Мы говорили уже о том, что... Вот вы сказали, влиятельная женщина Санкт-Петербурга. Я не оказываю влияния на финансы или на политику. Есть властители дум. Однажды после моего вечера подошел мужчина и сказал, вы знаете, вы властительница душ. Вот. И я заботюсь о душе. О том, чтобы душа человека была чистой. Чтобы человек оставался человеком. Чтобы сохранял историческую культурную память. Поэтому каждый год вот такие большие вечера в больших, допустим, там, дворцах культуры или на больших площадках, куда приходит очень разноплановая публика, я посвящаю юбилярам нынешнего, текущего года. 3 апреля. День рождения. И юбилей 130 лет исполняется со дня рождения Николая Степановича Гумилева. Это раз. В этом году юбиляр у нас Николай Алексеевич Некрасов. А мы и помним, коня на скаку остановит. В горящую избу войдет. Но я это не буду, наверное, читать. А все-таки прочту. Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и нежившим. И так далее. Хочу показать с другой стороны. Юбиляр у нас Иннокентий Федорович Анинский. 160 лет. Читаем эти строчки, но забываем, кто написал. Среди миров. В мерцании светил. Одной звезды я повторяю имя. Не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими. И так далее. Это, конечно, Анинский. Александр Семенович Кушнер, строки которого без конца, мы цитируем, времена они выбирают, в них живут и умирают. 80 лет в этом году. И, конечно, Николай Рубцов. 80 лет. И, конечно, я буду петь «Тихая моя родина». Под сопровождением «Терем-квартета», ну, в записи, конечно. 80 лет со дня гибели Федерико Гарсио Лорки. И это безумно интересно, потому что он дружил с Далией, но он еще дружил с Луисом Банюэлем. В данном случае я говорю об их дружбе с Далией. И чуть-чуть цитирую несколько фрагментов из книги «Сестры Далии», Анн-Марии Далии, которая была влюблена в Лорку, и с которой они очень дружили. У нее есть книга, она называется «Сальвадор Далии глазами сестры». И вот этот фрагмент, фрагменты о Федерико Гарсио Лорке, конечно, я читаю в сопровождении замечательного гитарного дуэта с Аней Гитар-дуо. Два гитариста, Александр Некрасов и Александр Чернобров, будет звучать музыка Гранадоса, Гесмонте. Мне кажется, что это будет очень интересно. Это и познавательно, и притягательно. И в этом году мы отмечаем 50 лет со дня смерти. Анна Ахматовой. Это уже не надо никому пояснять, что это, как это и зачем. И самый главный юбилей этого года – 125 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Я понимаю, что ваш концерт должен растянуться часов на 8. На 2. На 2. Как вы успеете все это делать? У меня одна проблема, да, вот как успеть, что… А может быть, знаете что, вы начнете прямо сейчас? Могу. Вот сказала Мандельштам. И доставлю удовольствие и москвичам, и петербуржцам. И вообще всей стране. Я хочу, чтобы вспомнили молодого Мандельштама, 1912 год. Он был влюбчивый, он был шаловливый, он был смешливый. Поедем в царское село. Там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло. Поедем в царское село. Казармы, парки и дворцы, а на деревьях клочья ваты, И грянут здравия раскаты на крик «Здорово, молодцы!» Казармы, парки и дворцы, одноэтажные дома, Где однодумы генералы свой коротают век усталый, Читая Ниву и Дюма, особняки, а не дома. Свист паровоза, едет князь. В стеклянном павильоне свита, и саблю волоча сердито, Выходит офицер кичась, не сомневаюсь, это князь. И возвращается домой, конечно, в царство этикета, Внушая тайный страх карета, с мощами фрелин и седой, Что возвращается домой. Поедем в царское село. Свободны, веселы и пьяны. Там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло. Поедем в царское село. Встаю и еду. Светлана Николаевна Крючкова. 3 апреля в Санкт-Петербурге. Вечер и жизнь, и слезы, и любовь.